Слышно? Ну, вижу, что слышно, кто-то кивает. Рахмет. Значит, и видео есть. Татьяна, можно? Добрый день, мои коллеги. Я вижу город Лисаковс, город Костанай. Екенші Костанай жангбар байамасынба. Енді микрофондарымызды суздері тұрңғдар. Ловар мүглден, вы готовы? Просьба микрофон пока отключить, и когда вопросы будут, вкручте. Спершу послушаем Ловару Мүглденуу-Успанову, потом будут вопросы. Добрый день еще раз, коллеги, участники конференции. Мы сегодня собрались для того, чтобы отсудить правила. Не видно. Меня видно? Лаура Мүглден, давайте я представлюсь. Сегодня тема у нас такая. Порядок религиозности государственного творческого заказа. Итак, перед вами замруководит управление культурой Лакимата Костанайской области Лаура Мүглдену-Успанова. Итак, уважаемые коллеги, давайте ее послушаем по этой программе по творческому заказу государственному. И потом будут вопросы. Просьба пока микрофоны отключить и послушать ее. Хорошо. Лаура Мүглден, сізге сөз, сіздиндаптурмас. Мен, естлендаптурмаси, меня слышно? Добрый день еще раз, участники конференции. На сегодняшний день мы хотели бы разобрать правила, связанные с ними методики. И хотела бы сказать, что разрабатываются до сих пор эти правила. Они еще не на утверждение, но в Министерстве юстиции лежат и методика, и правила подошелого финансирования. Как вы знаете, с 1 мая данные правила и закон должны вступить в законную силу. Но будем ждать. В общем, скорее всего, это не 1 мая будет, может чуть позже, но супер. Давайте сначала расскажу вам сам принцип. Схема такая, порядок таков, как подошелого финансирования сегодня в детских садах идет. С точно такой же, такая же процедура и у нас. Сначала потенциальный составщик на портале интернет-ресурса регистрируется, подает там заявку. Мы, значит, подождите, это еще не... Слайд пока еще не нужен. Я общую процедуру сейчас покажу, расскажу. Раз нет. Так, значит, родители становятся одновременно в очередь. Пока вы, как поставщик, регистрируетесь на портале, мы, как операторы, вас выбираем. И заключаете договор вы непосредственно с родителем. После определения родителем поставщика у него появляется ваучер, по которому он заключил договор с поставщиком. Ваучер ему выдаем мы, операторы, то есть управление. Далее родитель в течение 10 рабочих дней, поэтому ваучер должен с вами заключить договор. Но при этом у него есть два опробных дня, с которыми либо он с ребенком приходит, либо самостоятельно смотрит, насколько этот поставщик ему подходит, да, и ребенку, либо ему помещение там все это рассматривает. Дальше. Потенциальный поставщик, то есть вы, да, вы должны соответствовать определенным требованиям и стандартам, да. И в случае, когда карантинные меры у нас проходят, в этот момент мы, как операторы, проплачиваем деньги за вот это время карантина, да. Но есть определенная методика и формула, по которой мы не 100% будем оплачивать, а какую-то определенную сумму. После этого, как ребенок у вас, значит, отучится, да, вы предоставляете нам отчеты, и мы проплачиваем вам деньги. Там тоже есть определенная процедура, время и все такое. Теперь давайте детально рассмотрим. Включите слайды, дамы, дамы, дамы. Вот почему написано 1 апреля, да, потому что каждый день у нас правило меняется, поэтому пока пишем на 1 апреля. Так, давайте. Первое – это, значит, оператор госдоказа формирует реестр. В этом процедуре управление культурой является оператором. Ну, может быть, это будет плановый отдел, не знаю, с кем ему будет работать. Может, это будет Дамир Ивдаич со своей командой, да. Вы на портале, портал – это интернет такой, ну, сайт, да, будем говорить, потому что у меня сейчас его нет, я вам не могу его образеть, пока здесь все такое. Этот сайт разрабатывается на сегодня Акционерным обществом АОНИД, если знаете, и СИЗО у нас ведет, и ПГО. Вот они разрабатывают этот сайт, на этом сайте вы, как потенциальный поставщик, заходите, оставляете свою заявку, и мы ее рассматриваем как операторы, насколько вы там всему перечню и требованиям проходите. На этом же сайте формируется очередь детей. Распределение мест тоже самое. Родитель сам выбирает себе поставщика, если у вас есть свободное место, да. Мы, как оператор, выдаем ему ваучер. С этим ваучером он идет, заключает с вами договор. Вы, как поставщик, проводите занятия. Кроме этого, у вас еще будет требование провести определенные конкурсы с детьми. Потом отчитывайтесь по ним. У него тоже есть определенные правила отдельные. Ежемесячно, значит, вы отчитываетесь нам. Мы оплачиваем вам ежемесячно услугу. Дальше. Вот это вот электронная система. Ну, сейчас ее назвали БАЛА. Не знаю, она как-то, может, иначе будет завтра называться. Каждый день меняется правило, это не могу сказать. Ну, пока мы ее назовем информационная система БАЛА. Так, автоматическую регистрацию поставщиков понятно, да? Вам как поставщик автоматически, с ключом своим, регистрируйтесь, как положено. Создается электронная очередь, этот список детей. Именно к вам, если привязаны, у вас, к примеру, будет свободно две, да? Какие-то два места по хореографии, я не знаю, по вокалу. И эти родители, видя вас, свободные в очереди, ваши две, и регистрируются, точнее, вам подают заявку. Законный представитель, я сказала, получит он ваучер обучения поставщика работников в отчественном кружке. Это понятно. Дальше. Есть определенный перечень документов, представляемых поставщиков, да? Это вы. Вы предоставляете заявление установленного образца. Для юридических лиц справка о государственной регистрации, перерегистрации. Для индивидуальных предпринимательных уведомлений о начале деятельности в качестве ИП. Наверное, вы знаете там, кто ИП. Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, находящие в собственности заявителей. И законом оснований, но использованием не менее одного года. Это значит, имеется в виду, если у вас арендное помещение, да? Вы его арендуете, то не менее одного подачи заявления уже должен просто на договоре стоять. Полное описание учебной программы. У вас есть собственная программа, по которой вы будете детей обучать. Планируемый график проведения внутренних мероприятий. Тоже самостоятельно составляете, и тоже это на сайте нам выставите. Сведения об индивидуальном инвентаре. Для детей необходимо, например, кто у нас там индивидуальный инвентарь, да? Хореография. Они сами себе шьют эти купальники, да? Покупают там чешки. Это все ваши расходы не входит. Список сотрудников, привлекаемых для проведения занятий с детьми. Ну вот, получается, на этом же сайте вы пишете список именно тех преподавателей, которые занимаются будут детьми. Если вдруг в течение года вы захотите каких-то преподавателей занять, то у нас основание для отказа, потому что вы должны были это предусмотреть. Вы напишите там 10 преподавателей, все эти 10 могут меняться, но с этого списка, именно с этого списка должен быть. И в этом списке сотрудников, поставщиков должна быть именно к вашему преподавателю сканированное удостоверение, документов, подтверждающих профессиональный педагогический профиль, с описанием творческого портфолио. Ну, портфолио вы знаете. Потом оригинал сертификатов об оказании первой медицинской помощи, по основным сердечным. Вот это вот я не знаю. Вы, может, мне подскажете, потому что когда мы были у разработчиков, мы уточняли, а где этот вообще сертификат можно потом получить, нам так и никто не ответил. Если кто-то может, потом, пожалуйста, объясните, что за сертификат такой, где его можно такой получить. Это вот получается на каждого преподавателя возможно быть. Справка об отсутствии судимости, ну, понятно, наркоподисменты, секретный консер, это вы все возьмете, это все понятно. Документы все должны быть представлены оператору в виде электронных сканированных копий. Ну, это в четком виде, что все читаемо было. Дальше. Планирование бюджета. Ну, планирование это мы. Мы занимаемся планированием, размещаем государственный заказ и пишем, что вот такой-то у меня объем, 11 миллионов, к примеру, в семье, которые я могу выделить на какой-то кружок. Потом определяется спрос, предложение, мы это все меняем. В зависимости от того, какой родитель, какой кружок хочет ходить, у нас будет меняться название кружков, количество точнее, но объем финансирования остается тот же. Значит, у нас планирование внутри этих кружков должно быть. Кто-то уходит, кто-то приходит, вместо него, в общем. Дальше. Все операторы, это мы, поставщик и родитель, все работают через портал и через электронную цифровую подпись. Оператор рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней с даты его регистрации. Вот вы подали нам документы, да, поставщики, мы сели их рассматривать, точнее, ну, в одном лице операторов. По итогам рассмотрения заявления в случае соответствия поставщика требованию, в случае нет, точнее, в случае соответствия, мы принимаем ваши документы, в случае не соответствующие, мы даем вам мотивированный отказ. Какой может быть мотивированный отказ? К примеру, вы не приложили тех документов в пакете, да, которые есть. Может, преподаватели у вас, ну, не на предоподавателей, нет тех документов. То же самое мы имеем право вам отказать. Так, исключается из списка. Ну, поставщик, у вас есть право, да, по собственной инициативе выйти заявление свое забрать в портал, и все, мы вас не рассматриваем тогда. Требования к помещению. Кроме того, что у вас есть требования к вашим преподавателям, у вас еще есть требования к помещению, да, для проведения занятий. Здесь вы видите, да, что необходимо, чтобы в вашем помещении, в следующий слайд, был обязательное наличие унитаза, умывальник с горячей холодной водой, средства личной гигиены, туалетная бумага, мыло, это обязательно, освещение должно быть, тушилка для рук или одноразовые бумажные полотенца. Обязательно должна быть раздевалка, да, тоже в объеме не меньше, чем вы заявились на детей. Помещение санитарного узла, раздевалки и рабочее пространство должно быть отапливаемое, и в осенне-зимний период должно быть не менее 20 градусов. Естественное освещение, содержание помещения зданий осуществляется в соответствии санитарных правил. Есть в правилах предусмотренные вот эти санитарные правила, написаны указы, номеры, которыми вы должны руководствоваться, за дети посещают ваше здание. Зачисление учет и развитие детского контингента. Поставщик передает операцию данные о свободных местах, это все на портале, это все автоматически происходит, там все падает у вас в порядке очереди, точнее к родителям. Получив ваучер, законы представители ребенка заключают договор с поставщиком. Поставщик, у вас есть право в заключении договора, либо отказаться от заключения договора. В каких случаях? Предоставление законам представителям ребенка неполного пакета документов, по предусмотренных правилам. Предоставление законам представителям ребенка недостоверной или искаженной информации. Наличие медицинских противопоказаний, препятствующих зачислению ребенка в творческих кружоках. Оценка возможностей зачисления ребенка с особыми образовательными потребностями или ограниченными возможностями в творческих кружках определяется на усмотрение поставщика. Выдача ваучера. Вообще ваучер – это уникальный номер, который автоматически присваивается тому или иному ребенку. Он автоматически выходит у нас на портале 18 на мой ежедневно. Срок действия у него 10 рабочих дней. И к родителю он приходит в виде смс-сообщения. Законы представителей ребенка с целью оценки квалификации поставщика и условий проведения занятий допускаются на проведение не менее двух пробных занятий в период срока действия ваучера. К примеру, срок действия ваучера у него 10 рабочих дней. В течение этих 10 рабочих дней у него есть право два раза поприсутствовать на занятиях и посмотреть, насколько его ребенку подходит это занятие или вообще это занятие, может ему понравиться. Поставщик при работе с зачисленными детьми составляет рабочий план на год, знакомит законного представителя с этим планом, ведет портфолио по каждому ребенку. При наличии трех пропусков подряд без уважительной причины имеет право отчислить ребенка. Это ваше право. Правила построения очереди и дальнейшей работы. Законы представителя ребенка через кист оператора автоматически в очереди поступают. Обмен местами в очереди не допускается и не более двух заявлений на творческие образовательные кружки у родителей. У нас будет база интегрироваться, по словам Министерства с МОНом, Министерством образования. И повторяющих кружков вообще в принципе не может быть. К примеру, родитель заводит свой и, по крайней мере так нам обещали, выдает красным или не дает возможность подать, если уже два заявления родители уже опорно на спортивный кружок, образовательный кружок хочет, дальше он не пойдет. Финансирование за оказанные услуги. Вы как поставщик предоставляете нам в электронном виде не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетом, как рабочий в месяц прошел, табель на детей. Табель будет у нас подписываться родителям, тоже как-то электронной цифровой подписью. И сканированные документы, подтверждающие пропуск ребенка в кружках. Например, он болел, это уважительная причина, и при этом вы выставляете, ставите ему болезни, и эти болезни будут соответствовать больничным листам, мы вам проплачиваем эти деньги. Оператор не позднее 7 рабочих дней проверяет, возвращает на доработку. Но это в правилах еще может изменить и против. Не позднее 10 рабочих дней, с момента первоначального предоставления отчета, оператор оплачивает поставщику через казначейский клиент на основании электронного акта, оказывающего в клубе. Здесь еще указаны взаиморасчеты в декабре, потому что у нас короткий месяц, год заканчивается уже не в цепи, не 15 декабря, поэтому эти все сроки, ну, может, они изменятся, по крайней мере, пока так, как вы видите на слайде. Вот тут тоже информирует, так, отчеты. Все, это, в принципе, то же самое, да? Электронный табель. А, вот поставщик, точнее, родитель, электронный табель посещений на каждого ребенка подтвердается законным представителем электронной цифровой подписи, о чем я вам говорила, через личный кабинет или посредством пароля. Вот так, вкратце, на основании тех правил, которые к нам вчера, сегодня пришли, они поменялись, было вначале совсем другая ситуация, сейчас иначе. Давайте теперь ваши вопросы. У меня вопрос, пожалуйста, у кого вопрос есть? Город Лисаков, Татьяна. Здравствуйте, у меня вопрос, я не совсем плохо расслышала. Электронный табель на каждого ученика, он делается для отчета, и, то есть, если ребенок пропускал, то есть, за эти пропуски не оплачивается, так? Оплачивается. Вы смотрите, вы проставляете больничные листы, прикладываете, точнее, в табеле проставляете, да, по болезни ставите, что пропускал, при этом больничный лист вам приносит родитель, вы прикладываете сканированную копию этого документа, в табеле пишите, что болел, мы эти деньги проплачиваем. В каком случае не идет проплата? Безуважительные причины, пропуски были безуважительные причины, даже проплачиваются карантинные дни, когда постановлением правительства было запрещено, это тоже будет проплачено, потому что у нас будет официальный документ, но вы будете указывать его там, нельзя, какие-то, может, буквы будут условные ставиться, да, чтобы по постановлению санврача или что-то такое, может, карантин будет стоять, не знаю, но это тоже по правилам предусмотрено, что оплачиваться будет. Хорошо. Не в полном объеме, не в полном, не в 100%. Вот, например, стоит хореография 1218 тенге за одно занятие, да, мы будем оплачивать по определенной формуле, которая сейчас, опять же, разрабатывается, ну, как бы, она разработанная, но ее Минфин корректирует, потому что он не согласен с коэффициентами, там завышенная стоимость, они считают, что это для бюджета будет дорого, и, соответственно, она будет ниже стоимости. Не слышно? Сейчас, секунду. Слышно? Вот, слышно. Меня интересует, какая будет оплата за ребенка, ну, каждого. Я могу сейчас Дамиру Ильтайчу скинуть на почту, вам всем будут родственные материалы, которые на сегодняшний день, возможно, не изменятся, потому что тариф как бы утвержденный, там уже сумма стоит, да, именно по кружкам, 59 кружков у нас на именовании, да, у каждого свой тариф. Если у хореографии, к примеру, 1218 тенге, там у любого танца она фиксированная стоимость, именно по Кустанесской области, то по, там, я не знаю, по ремеслу, там уже, например, 1574 тенге стоит, да, разная стоимость, в зависимости от кружка, его затраты, все такое. Ну, уже вытвердили это. Что делать, если мы, допустим, предприниматели, у меня каждые полгода, допустим, растет оплата, что делать в этом случае? В этом случае правило не предусматривает изменений какие-либо в тарифах, единственное, ежегодно коэффициенты инфляции будут меняться, да, 5-6%, как обычно, да, к примеру, в этом коридоре, вот этот процент будет, вот, на 1 января 2022 года будет 6%, плюсом к тому, что 1218 тенге сейчас тариф по тактам. Какое количество должно быть заявлено? Ну, вы определяете количество или мы определяем количество детей, которые мы можем подать на бесплатное? Норматив предусматривает, да, нормативы, там вы увидите, когда таблицы вам вышли, например, хореография, минимальные требования к группе, да, 6 там человек, максимальные 20, да, к примеру, будет 5. Вот в этих коридорах вы должны не превысить и не уменьшить, да, вот это. Можете до 20 человек, от 21 уже не принимается, группа вторая должна быть уже. Так, вопрос по штату. Есть определенные какие-то критерии в плане количества, допустим, там хореограф-1, хореограф-2, бухгалтер, методист, костюмер, швея, или там определенное количество в штате должно быть? Нет, именно требования к штату вашему нет. Есть требования, которые мы будем принимать, вот преподаватель, да, диплом его какой, да, по хореографии, я не знаю, какие там дипломы есть, преподаватели. Ну, понятно, что они должны быть дипломированные специалисты, а именно... А что там, костюмер, этого всего нет, в штату вашего отношения мы не имеем. Вот у вас преподаватель есть, там достаточно, чтобы у вас был зал, есть преподаватель... Ну вот, смотрите, преподаватель, допустим, отдельно классик, отдельно народный, отдельно постановщик. Это отдельные даже названия кружков. Национальный у вас будет по-национальному... Вот вы будете даже, как поставщик, выставляться мне, говорить, вот у меня есть национальный, кружок национальным танцем, да, у него есть там четыре преподавателя, вы как выставитесь мне, Мы рассмотрим вашу заявку, ваша заявка будет одобрена. Родитель, который выходит и смотрит этого поставщика, говорит, о, у этого 4 преподавателя, вот этого я знаю, он хороший, он там, не знаю, квалифицированный специалист, вот я к нему зайду. Здесь не мы решаем уже преподаватель, родитель сам выберет, насколько вот этот вот поставщик мне подходит. Поэтому напишите-то вы там 10 преподавателей, хороших специалистов, я не знаю, это все будет от вас зависеть. Если вы там увеличите штат, нам только нужны те специалисты, которые будут преподавать именно в этом кружке. Даже если у него будет замена, он заболеет, вы должны предположить, что его заменяющий специалист будет до связи всегда. То есть методисты, бухгалтера и шведя сюда не включаются, да? Нет, только те, которые работают непосредственно с детьми. Понятно, но чуть-чуть неудобно. Чуть-чуть неудобно. Там, видите, уже тариф даже так разработан, что вы сами будете смотреть. Если вам в 1200 деньги устраивает, и там вы можете и, не знаю, костюмера взять, и все, кого угодно, да? Ну, опять же, в зависимости от детей, сколько к вам. Если к вам 10 детей придет, ну, 200 тысяч у вас там сколько в месяц, да, если получать сколько. Мне с этой зарплаты нужно будет оплачивать в любом случае. Вот, я про что и говорю. Если вы сейчас вот это все предусмотрите, и вам этого достаточно, конечно, вы будете набирать себе в этих сад. Но если вы сейчас рассчитаете так, что у вас вот этот преподаватель, который к вам придет, ему надо платить там 100 тысяч, да, у вас там 100 тысяч, да, какие вам еще там, не знаю, костюмеры, бухгалтеры. Так вот, вы сами расчет себе проведете, потом увидите, на сколько. Зарплата будет оплачиваться отдельно или с вот этих вот 1128? Спасибо. Зарплата, это вот это вот. Потом он прибавляется к материально-технической базе. Еще что-то, коммуналка туда прибавляется. В результате расчет сделан так, что вы выходите на сумму 1218 фенге, и все туда включено. То есть и зарплаты, коммуналка, аренда. Ну, я скажу, что это неудобно, это невыгодные условия. Ну, давайте прочитаем. Как вас зовут, Татьяна? Татьяна, я как предприниматель вот сейчас считаю, это абсолютно неудобно и невыгодно. Вот даже на скидку посчитать. Давайте на скидку посчитаем. Вы у нас хореограф кто? Да. Давайте возьмем... Дети. Давайте возьмем вашу группу, да, и сколько у вас минимально там детей будет? Ну, давайте возьмем одну группу. Клима, я тебя сейчас выгоню. Давайте возьмем одну группу, ну, к примеру, 25 человек. К примеру. Ну, или в любом случае такой группы у вас не будет, 25 человек ограничено 20. Давайте по 20 по максимуму посчитаем, да? Парую группу потом же надо будет создавать. Вот считаем, да? У вас 1218 фенге, одно занятие одного ребенка. В месяц вы должны провести с этим ребенком 8 занятий по требованиям наших правил. Умножаем на 8. На одного ребенка выходит в месяц 9,744. В месяц сейчас вы сколько с ребенка берете? Сейчас 6. Ну, насколько вам невыгодно 9,744, если вы 6 сейчас имеете? Это этот год. Это этот год. Следующий год. Ну, плюс 6% на следующий год будет 10,328 ребенка. Ребенка. Еще раз. 10,328 тенге на следующий год. Ну, смотрите, с учетом того, что особо повышения не будет, это будет невыгодно мне. Ну, вы на сколько хотите на следующий год повысить? В этом году вы за 6 берете, на следующий год 20 возьмете? Сколько вы возьмете на следующий год? Ну, плюс еще 1000, плюс еще 1000. А у вас коэффициент будет расти немного. То есть за несколько лет у меня вырастет цена намного больше. Если мне надо будет расширять штат, то есть мне нужно будет брать дополнительно бухгалтера, чтобы ввести все эти счета, мне надо будет брать дополнительно методиста, чтобы это все рассчитывать и платить зарплату. Вот оно отсюда и минусуется. Подождите, вы хотите расширить штаты, но при этом вы же учитываете, что у вас будет увеличение детей, это вы только одну группу набрали. Получается, в месяц, если у вас один хореограф, он может еще преподавать? Это 45 минут, там есть ограничение 45-60 минут, например. Это он этой группе будет преподавать в понедельник, среда, пятница. А вторник, четверг, суббота он будет другому преподавать кому-то. Еще 20 детей у вас есть. Короче, это надо просчитывать. Там есть разные категории, от 3 до 4 лет. Есть категории инвалидов. Ну, я не знаю, там вы будете преподавать детям или у вас там ограничения какие-то есть. Но они там стоят с УВ, без УВ, и они дороже. Ясно. Ну, это надо просчитать, это все надо просчитать. Да, вы просчитайте, потому что, в принципе, я посмотрела по ценам, которые у нас по области есть, и я их закидывала в министерство, они смеялись и говорили, что это за оценки смешные. 250 тенге, 500 тенге. Делайте нам стоимость, чтобы выходила на 10 тысяч. В чем у нас проблема и была, мы не могли найти ценовки. Потому что нет у них у кого-то. Максимум в городе здесь 1000 тенге стоимость. 1200 не могла найти. Нет, просто, видите, проблема получается в чем? Если здесь, ну, как бы мы, частники, работаем, мы не заморачиваемся над планами, над бухгалтерией, над счетами. А здесь надо будет сидеть, прям конкретного человека садить, чтобы он занимался вот этой вот электронной работой. человека отдельного садить, который будет заниматься методической работой, именно планами, именно теми, теми. Ну, как в доп. образовании, в принципе. И это еще плюс дополнительные расходы. За 35-40 тысяч никто не пойдет работать. То есть это надо будет человеку платить достойную зарплату. Это же будет исходить из этой цены. Ну, смотрите, вы, конечно, имеете право не участвовать в бухгалтерии, но я думаю, как только это все начнется, вы потянетесь и поймете, что прибыльный бизнес. И, наоборот, увеличите свой штат за счет этого бюджета за государственные творческие зарплаты. Ну, я подумала, что зарплата будет оплачиваться отдельно от оплаты на каждого ребенка. То есть она будет исходить из этого. Все, да, в этой цене. Все, вы рассчитываете. Сами потом ведете же работу с родителями. Привлечения, опять же, у вас один методист же не будет, только эти 20 детей работают. Чем больше вы привлечете хореографов, и у вас увеличится, методист один и тот же будет либо на 4 группы работать, либо на одну. Увеличиваете тогда количество групп. А у одного хореографа сколько может быть детей? Таких ограничений нет. Единственное, вы будете смотреть по трудовому кодексу, чтобы он не перерабатывал вот эти... 40 часов в неделю? Да. Тут уже трудовой кодекс. Здесь мы не можем сказать... То есть у одного педагога могут быть разные группы? Могут быть. Здесь ограничений нет. Вы поставите родителя туда? Еще вопросы? Другие города. Костанае. Город Рудный. Сурак Таранбаса вопрос есть? Можно вопрос? Петлана Абрамба. Филармония наша. Здравствуйте. Я вот хотела узнать, вот эти вот госзакупки или группы, которые формируются вот по этой программе, они будут формироваться на базе уже действующего коллектива? Или мы эти дети, вот эти дети будут заниматься как занимались и мы набираем других детей, которые там из малоимущих или еще как-то? Или мы должны отказаться от этих детей и работать только по госзакупке? Мы оплачивать будем тех детей, которые родители, если вы выставитесь как поставщик и напишите, что у вас в группе есть свободных два места, вот эти два родителя выберут именно вас и вам мы заплатим только за этих двух детей. Какие у вас там еще дети есть в ограничениях правилах нет? Понятно, мы можем добирать, да, как бы вот льготников на… Да, но вы должны смотреть по норме, опять же, там норматив стоит, да, к примеру, вот эта группа хореографии не должна превышать 20 человек, да, минимум. Ой, точнее, максимум ее 20, минимум там 6. Ну, посмотрите по нормативному каждому слою. И еще вот, допустим, два раза в неделю, то для хореографии очень мало. Ну, для того, чтобы это было продуктивно, результат хороший был. Кажется, хореография 12 занятий в месяц, поэтому это, скорее всего, три раза в неделю. Три раза в неделю, да. Сейчас, допустим, утром у меня приходят 10 человек, после обеда там еще 8-10 человек. Мы в выходной день в субботу собираемся, чтобы отрабатывать номера. Это четвертая репетиция в неделю. То есть это уже не будет. Три раза в неделю, то есть 12 занятий государство не оплачивает. Там написано. Понятно, это уже будет как бы… Да, это уже в принципе, ну, как бонусом будет идти, да, для ребенка. Да. Спасибо, в принципе, понятно. Здравствуйте. Можно вопрос задать? Да. А вот по поводу электронного журнала, электронного табеля, он, получается, будет на какой платформе? Это будет платформа Бала, вот эта вот информационная система, которая нам разрабатывает, она будет электронная. Значит, вы, как поставщик, будете проставлять там эти восьмерки или как-то вы там будете ставить, три был, да, был. А родители будут в конце расписываться электронно, опять же, чтобы подтверждать, что все вот эти 12 занятий ребенок посещал. И это нам для основания оплаты. Все хорошо. Все хорошо. И еще вопрос, допустим, если у нас сейчас работа ведется таким образом, что у нас берут абонемент, и он включает в себя три дисциплины, то есть вокал, актерское мастерство и хореография. То, как я понял, здесь нужно будет все эти дисциплины отдельно, да, подавать? Да, вы, как поставщик, подадите нам вокал отдельно, сколько-то детей сюда. Вы хотите, чтобы один ребенок на все три кружка ходил? Да, у нас просто работают... Нет, ребенку будет ограничено кружки, этот ребенок будет только в два кружка ходить, и то по Казахстану, чтобы они там нигде не были зачислены, даже не в спорте, не даже в образовании. Не должно превышать двух кружков на одну единицу, на одного ребенка. Он не сможет взять три кружка. Он будет на два кружка. Сколько максимально групп можно взять? Максимально групп... Вот когда были старые, точнее, самая первая версия правил была, там было ограничение для поставщиков, что он не более четырех должен иметь, да, или видов кружков. Было это. На сегодняшний день, вот проект, который вчера к нам пришел, я же говорю, он каждый день меняется, и на сегодня ограничение я не вижу в этих правилах. Может, завтра что-то поменяется. Но в любом случае, вы когда будете участвовать, да, на портале нашей информационной системы будете подать свою заявку, скорее всего, информационная система не даст более того, сколько вам может ограничить правила. Поэтому пока есть возможность принимать участие у всех. А по квадратуре помещения там есть какие-то... Да. В правилах размещения государственного творческого заказа прописаны определенные требования, точнее, даже норматив, не норматив, а НТА прописано, по которым... Там, я не знаю, у хореографии, например, сколько там? Два квадратных метра, да, на единицу надо считать. В общем, у каждого свой норматив, как в образовании. Все, спасибо. Здравствуйте, а можно еще вопрос? Конечно. Скажите, пожалуйста, а мы имеем право параллельно ввести коммерческие группы и параллельно бюджетные, вот эти вот, которые будут на бюджете, да? Да, пожалуйста. Ограничений нет в этом смысле. Не написано коммерческие. Тут написано, что юридическое лицо, это, как написано, независимо от формы собственной, венственной, починенности, типов видов, кроме организации образования. А, кстати, кроме видов, кроме организации образования, все имеют право, кроме организации образования, принимать участие. Ну, среди вас, наверное, нет, да? Ну, ИП, как индивидуальный предприниматель, я имею право работать и ввести коммерческие группы платные, и в которые будут бюджеты. Да, в принципе. Да, спасибо. Понятно. Светлана, у тебя еще другие направления же? По ним вопрос есть? В принципе, я у Татьяны задала много вопросов. Те, которые вопросы были, в принципе, уже получила на них ответ. Да, да, да. По педагогам все понятно. В общем, вот здесь весь материал, как бы, открыли все вопросы ответы. Татьяна за всех поработала. Все вопросы подняла, которые по ходу работы, как говорится, будут появляться. Поэтому, Татьяна, так активно, молодец. Так держать. Еще вопросы? У меня еще один вопрос созрел. Еще один вопрос? Пожалуйста. Я все детально изучу, все просчитаю. Просто с государством работать, это очень опасно. Поэтому надо, прежде чем в омут с головой прыгать, надо все детально изучить и просчитать. Вопрос такой, я как поставщик, могу ли открыть это все, допустим, в двух городах Высоковской, Кустанай, к примеру? Почему нет? Открываете? Это же то же самое, например, даже у меня в городе, если вы подадите на несколько кружков. Главное, чтобы дети у вас одни и те же не были. Что-то пропали, звука нет. Кто-нибудь меня слышит? Я, алло, алло. Возраст детей до 18 должен быть? Да, там есть ограничения до 18 лет. Ага. Ну, опять же, в зависимости от вида кружка. В хореографии там прямо написано, что 4 года нельзя или что-то там. В общем, вы будете смотреть сами свою номенклатуру. Угу. Какие требования их нет. Так, ну, хорошо. В принципе, надо сесть посчитать, говорю, потому что это очень... Посчитайте. Возьмите нормативы Дамир Интайча, название кружков. По каждому кружку какие есть требования. Требования отдельные еще там есть. А можно еще один вопрос вот относительно уже родителей? Любой ребенок может или только вот из уязвимых слоев населения социальных, скажем так? Ну, то есть они должны там те, кто у нас... Света, любой ребенок. Любой, да? Нет, ладно. Родители поняли так, что малообеспеченные имеют право на то, чтобы... Нет, нет, любой ребенок, который подался... Независимо от дохода родителей, да? Нет, в чем тут доходы родителей? Родитель сам выбирает поставщика, а оплачивает же государство родителей. Причем мы даже не знаем, он в какой-то семье. Он пишет просто, что хочет работать с Татьяной и все. Нет, просто когда это в СМИ освещалось, говорили, что для детей из малоимущих семей, чтобы у них была возможность получать дополнительное образование и разбиваться. Поэтому вот я спрашиваю. Ну, просто, может быть, был сделан акцент на то, что сейчас родители не могут себе позволить этого, и завтра у них возможность такая появится за счет бюджета. Но ограничений нет абсолютно. Понятно. Спасибо. Еще вопросы есть? Еще вопросы есть? Сратарь, сгоним. Есть такой вопрос. Вы говорили, что, возможно, будет работа с людьми с ограниченными возможностями. Вопрос такой. Для этого нужна еще какая-то дополнительная документация для преподавателей? Пусть какие-то сертификаты? Там есть, там указано в правилах, когда будете читать, там указано, что именно с ОВ нужны определенные требования к преподавателям. Ну, в зависимости, опять же, какой у вас, ой, спорт, говорю, вид кружка, да? Вокал. А, вокал? Угу. Ну, в вокале вот кого вы можете, инвалидов, к примеру, вот, в смысле, ограничения вы имеете в виду, да? Да. Ну, наверное, я не знаю, как там. Все на усмотрение поставщика. Вот придет к вам родитель, да? Скажет, вот хочу, чтобы он занимался. Вы сначала с ним беседуете. Если вы видите, что этот ребенок не подходит, я не знаю, не то, что он не подходит, а вот именно ваш вид кружка неприемлем для такого, с такими болезнями. Там тоже прописано это в правилах. Угу. У вас есть возможность ему отказать. Угу. А именно, получается, у преподавателя должны быть какие-либо сертификаты, либо документы о том, что он имеет право работать? Детьми. Инвалидами. Да, да, да. У вас еще должен быть доступ, ну, там, чтобы ребенок такой мог вам подняться. Ну, как бы, общие требования в любом случае есть доступ к инвалидам, к зданию. Кроме того, что преподаватель, еще и здание и оборудование соответствующее. Можно я еще вопрос задам? Ммм. Вопрос такой. Допустим, будет поставщиков человек 15. Эти поставщики все 15 пройдут или нет? Или есть какой-то отбор поставщиков? Поставщики отбираются по определенным требованиям, да, вот которые там прописаны. И все, пока они будут подавать, мы будем, вот, нету там ограничений. Я как-то писала уже в Министерство культуры, спрашивала, когда будет стоп, вот этот бесконечный поток поставщиков же не может быть. Ну, стопа, по крайней мере, нет. Раньше в старой, в самой первой версии было написано, круглый год поставщик имеет право подавать себя на портале. Но у меня даже на круглый год на всех денег не хватит. Если у меня есть 11 миллионов, я только 11 миллионов могу заплатить этому поставщику. Поскольку там 150 в списке будет падать, вот этого ограничения нет. Они будут все, и мы обязаны их посматривать вот по этим правилам. Смотрите, допустим, у вас какое-то количество распределяется по регионам? К примеру, на город столько-то, на район столько-то, или без разницы, сколько поставщиков, столько и распределение мест. Ну, допустим, у нас в Лисаковске, ну, возможно, я буду одна. В Кустанае у вас будет человек 20, к примеру. Ну, вообще, по территории, опять же, родители. Вот сейчас родители выйдут с Лисаковска все, да? Они все к вам подадут. Если родители не выйдут с Лисаковска, и эта очередь не сложится, у меня нет ни спроса, ни предложения тогда, да, получается. Должен быть какой-то спрос. Вот родители в очередь подадут с Лисаковске, а вы там уже как поставщик будете стоять. И свободные места будут у вас только. Я почему спрашиваю по поставщикам, по местам? У вас же определенная сумма заложена, и вот только в рамках этой суммы вы будете распределять, скорее всего, по количеству мест. Поэтому сколько нам мест будет выделяться, сколько другим районам, городам будет выделяться? Тоже такое, ну, как бы... Нет, ну, видите, как бы, я же говорю, микроучастки, там в законе написано, регион распределяется на микроучастки. Наша Кустанайская область распределена на Лисагору, Литаковск, Рудный, Кустанай, да? Угу. Как только на этих микроучастках появляется спрос, определяет родитель. Вот в Лисаковске все хотят ходить на хореографию. Появился спрос, вы уже стоите, все, у меня нет основания отказать родителям, сказать, нет, Лисаковск уже не даем, но нам пацана и нужно. У меня нету просто даже таких правил. А, вот. Я не могу. Ну, вот смотрите, у меня в студии занимается, допустим, около 200 детей. Угу. Школьников, допустим, около 100, потому что я не буду брать маленьких детей, которые там 5-6 лет берем, от 7. Вот, допустим, от 7 и выше у меня, допустим, ну, 100 человек, наверное. То есть они все могут пройти или же нет? Вот, например, вы напишите, да? Татьяна, вот пишите, я какой-то ИП-поставщик, у меня какие-то родители, ой, преподаватели. Свободных мест 20, 20, 20, 20, да, группы там расписали, группа такая-то, какая-то преподаватель здесь, какой-то преподаватель. Родители видят, что в городе Лисаковск на ее микроучастке есть свободные места. Вот на эти 20 ваши сейчас же входят родители. Вот они вот сюда поставят свои галочки, и все, и ваша группа одна закрылась. Вторых родителей позвали тогда 100 человек, и ваши все группы позакрываются, и мы обязаны вам будем платить деньги. Все от родителя зависит. Тут уже работа с родителями. Все, теперь поняла. Теперь поняла. Спасибо. Очень продуктивная прям конференция. Хорошо, что вы мне напомнили. Спасибо. Не за что. Можно еще вопрос? Я вообще... Потом задавать еще, потому что, может быть, есть возможность сейчас, на стадии разработки этих правил, внести какие-то еще изменения. Ну, вдруг... Вот вы прям по суммам сейчас говорите. Я сейчас, например, засомневаюсь. Говорите, вот я хочу методиста, бухгалтера пригласить. У меня штаты увеличатся, мне зарплату надо будет много платить. Возможно, когда вы сделаете свои расчеты, и мы поймем, что это небольшая сумма. Хотя, знаете, для Астаны, для Астаны, вот этот тариф, ну, он не намного больше, в отличие от нас. Я не знаю, они же тоже какой-то мониторинг вели, этот вопрос, я не знаю. Может, у них там штаты больше, не знаю, честно. Ну, давайте рассчитайте, а мы посмотрим, что у нас там. Ну, вы с учетом рассчитываете, что, к примеру, да, все государственные творческие заказы хватит вашей беседы, все, да, тогда может у вас возможность быть такая, что вы можете привлечь и бухгалтера, и методиста, и там получать программу. Может, вы рассчитаете, а мы посмотрим. Просто по требованиям именно методическим нужен отдельный человек. По бухгалтерии тоже нужен отдельный человек. Мы же это ведем, но мы ведем без бумаг, без всяких там распечатываний планов, сложения все в папочку и так далее. Мы собрались, провели, сделали и забыли про это. Отчеты сделали в Инстаграме, там, ну, где-нибудь в соцсетях и все. А в госучреждениях это же прям вот папки, листик, листику, это же все вот прям. Это полговоря. Не знаете, что? Вот в первой версии правил было еще, знаете, вот такое прям жесткое требование. Сейчас почему-то я не вижу их, может быть, их убрали, может быть, их включат, завтра какое-нибудь правило придет. Было такое требование, да? К примеру, если поставщик вот по требованиям прошел, да, проходит месяц, мы как госорган приходим, вас проверяем, точнее проверяем помещение, насколько соответствует оно, какие-то там параметры, которые предусмотрены. Если оно не соответствует параметрам, там было вплоть до того, что весь государственный заказ, которому вам там в течение какого-то времени заплатили, вы обязаны будете вернуть в бюджет. Вот такое было. Сейчас, по крайней мере, все, что пришло, это не было этого мониторинга. Это вы правильно говорите, да, Татьяна. Было такое, скорее, не знаю, будет оно, нет. Пока об этом я не знаю. Опасно с государством работают. Вот так вот это примерно. Вот поэтому здесь нужно все досконально изучить, чтобы потом не попасть вот на такие моменты. Еще один вопросик. Блин, быстро хотела задать, и из головы аж вылетел, когда сказали, что весь бюджет. Ага. Так, что-то хотела спросить быстро. Сейчас вспомню, спрошу. Хорошо. Светлана Бабич. Можно вопрос пока, да, еще один? А скажите вообще в планах, когда это будет стартовать? Когда пойдет это начало уже? Когда вообще это планируется начать уже? Ну, вообще, по закону, 1 мая мы уже с вами должны во всю работу работать. По закону. Потому что в законе уже прописано. 1 мая. Нам уже начать работать, собирать. Если мы соглашаемся все на этот проект, на этот год заказ, мы уже собираем, когда документы уже подаем, да? Вы же помните, да, какой там перечень документов? В принципе, там ничего такого, да, сложного вроде нет. Единственное, преподаватели. А, помещение, да? Вот эти требования, в принципе, минимальные. Но есть санитарные нормы тоже там. Надо читать их внимательно, смотрите. И по каждой категории вида вот этого кружка тоже какие нормы нужны. Там пол какой-то нет? У вас-то вроде такие вот есть требования. Вот у хореографии, чтобы там не на главном бетоне танцевать, а что-то там. Деревянный пол. Да, деревянный пол. У каждого свои требования, я не помню. Но опять же, они в образовании прописаны у нас. А вот у нас, спросите вопрос. Образование и культура, это отдельные будут, так скажем, госзаказы? Да, отдельные, госзаказы, да, это будет отдельно. Они свой госзаказ объявляют, спорт свой, мы свой. Единственное, наши детки не должны ходить в кружки, не повторялись, чтобы дети были. А, дети не должны повторяться. Не должны повторяться. А у образований такая же цена или она другая? У них тариф другой, но в стоимости небольшая разница. У них методика, сама расчета была другая, потому что у них есть преподаватели, да, вот этих кружков образовательных там, я не знаю, заработную плату как-то рассчитывали, переподавательский там, стаж и все такое. У них по-другому немного рассчитано. Хотя мы когда в министерстве туре, мы настаивали, чтобы у нас был единый тариф в раз кружке одинакового названия. Почему тариф у образования должен на сотенье дороже быть, нежели в культуре, на сотенье дешевле, если требования мы все одни придяем к поставщикам, пусть будет единый тариф. Ну, как бы с нами не согласились разработчики, и сказали, пожалуйста, уже действие, в общем, работает. Вот теперь вообще картина ясна. А еще вопрос, кто будет проверять все нормы, там, санитарные, несанитарные, ну, в общем, проверки, вот, допустим, перед тем, как подать заявку, вы же должны будете все проверить. Это будет... Я тоже задавала такой вопрос, в министерстве спрашивала, вот, они нам все подадут документы, мы согласимся, хотя мы не видим ничего, да, там даже нет фотографий, нельзя приложить. Просто вы, как поставщик, обязуетесь, что будете выполнять какие-то требования. Потом, по старым правилам было так, мы выезжаем по графику проверки, да, только тогда мы выявляем, насколько, как бы, соответствовало это или не соответствовало. Хотя это неправильно, если ребенок идет уже и будет там заниматься, почему мы должны полгода ждать, а он бедный, там уже и ноги себе в кровь тер, а там и асфальт лежит вместо пола. Тоже неверно. Ну, вот как-то так разработали. Будем проверять по месту, по выезду, когда уже. Еще вопрос, допустим, я не знаю, есть такое в образовании или нет, за участие там в каких-то конкурсах, еще где-то что-то, какие-то дополнительные оплаты будут плюсом? Там, знаете, по норме, когда сейчас вам Домир Витальевич скинет эту таблицу, там написано, отчетные встречи, вот у вас есть программа, да, у вас должен быть как результат, да, вот этот результат и есть отчетные какие-то ваши мероприятия, выступления ребенка там на каком-то конкурсе и все такое. Тоже будет прописано, и это оплачивается, и даже прописано, сколько минимум в месяц. Посмотрите, по нормативу, там есть у каждого свой шесть, то ли, отчетных встреч, они оплачиваемы. Только единственное, командировочные, на тот момент было, что оплачивают родители сами, если вы там куда-то приезжаете, и форму вот эту всю покупают тоже родители, или если вы там что-то шьете, еще дополнительно вышиваете, шьют на себя под суммы. Но, насколько я знаю, у меня ребенок, когда ходил в дворец Пионеров, мы шили свои платы сами, и за командировку оплаты оплачивали куда-нибудь. Ну, хорошо, хорошо. Я скажу сейчас. Итак, если вопросы у нас у Татьяны завершаются, две Светланы Абрамова Бабич улыбаются, значит, все хорошо. Поро выглядит, вам большое спасибо за хорошую информацию. Это наша будет не первая встреча. Я думаю, когда уже мы созреем, еще раз встретимся. Ну, я у ЦНТ. Будут ли проведать все правила, Дамир Илья Ильич, отдайте им эти все правила. Кто как там что поймет, может, захотят еще что-то развесить. Еще раз встретим вам, хорошо? А может, когда вы будете, к примеру, правила свои читать, да, вот, поставщики, да, к вам, просьба такая. Вы вот возьмете эти правила, нормативы, да, посмотрите свой кружок. Будет определенный вопрос, поставьте там галочку, напишите, что-то непонятно. Сканированную версию вот этого, где вы вопрос поставили, скиньте, Дамир Илья Илья Ильяевич. Перед тем, как вам ответить на вопрос, я должна разобраться, что я в эфире не отвечу, если я сама не пойму, да, это... Поэтому Лаура Магедина, Лаура Магедина, это просто берем на контроль. Напрямую с нашими коллегами будет заниматься Алма Голос Айлёбаевна Колдебаева, наш специалист, который вот с вами работает, то есть вот ЦНТ в лице директора меня, Дамиры Колдебаева, и специалисты Алма Голос Айлёбаевна Колдебаева, будем это вас курировать, и с вами тесно работает. Татьяна Дмитрия Светлана и все, кто сейчас вышли к нам в эфир, будем работать. Лаура Магедина, скиньте, коку, рахмет. Спасибо. Ну, следующую встречу мы заранее вам тоже повестим, где-то через неделю, две, три, еще раз выйдем на эфир. Всем здоровья, благополучия, удачи и творческих успехов. Спасибо. Документы, материалы вышлите нам на почту или как-то? Да-да-да, на почту, на WhatsApp, везде мы скинем все материалы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Павер Магедина, рахмат. Слава вам. Слава вам, да. Слава вам, да.